Строить дорогу, а проехать будет нельзя. Вот такая парадоксальная ситуация сложилась на проспекте Мира в городе Чебоксары. К нам обратились жители. Они пожаловались, что в результате реконструкции дороги к их домам закрыли все проезды. Как теперь будут добираться жильцы и главные машины экстренных служб, разбиралась Ольга Пырочкина. Формирование кольца, которое недавно началось на пересечении проспектов Яковлева и Мира, поставило жильцов нескольких домов в тупик. В прямом смысле слова. Дело в том, что раньше проехать к домам, к примеру, 35 и 37 можно было отсюда. Но теперь здесь высокий бордюр. В общей сложности здесь было три проезда. Сейчас не осталось ни одного. Ближайший теперь примерно в 370 метрах. Казалось бы, расстояние небольшое, однако 370 метров туда, еще столько же обратно, и того чуть меньше километра. Дублирующая дорога узкая, две машины разъехаться не смогут. В итоге тратится драгоценное время. Стоит оно особенно дорого, если, к примеру, на вызов едет скорая. Но если к 35-му дому подъехать хоть как-то можно, то вот соседний дом оказался вообще в полной изоляции. Дело в том, что дублирующая дорога заканчивается съездом на основную. Дальше тротуар. Для 37-го дома проезд был отдельный, теперь его нет. Кстати, сказалось такое решение проектировщиков не только на жильцах. По адресу проспект Мира, 31, находится реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Мама 11-месячных двойняшек Дамиана и Константина жалуются. Дети и так трудно переносят дорогу, а тут еще такое. Очень неудобно нам стало, потому что нужно ехать в объезд. Дети у меня в машине очень капризничают, в машине их укачивают и мы постоянно срыгиваем. А тут нужно еще и заворачивать по несколько раз. Заезжаешь, машина едет навстречу. Раньше было, считай, удобно. Подъехал, заехал ровненько, спокойненько, без всяких криков. А сейчас у меня дети с детьми очень сложно сюда приезжать. Таксисты не хотят сюда ехать, потому что опять здесь ездишь, заворачиваешь, разворачиваешь. Они так говорят, нам неудобно, с доплатой, пожалуйста. Но местному водителю подобные препятствия приходится преодолевать не по одному разу в день. Делать большой круг нужен. Дорога узкая, машины не разъезжаются. Выезда на трассу нету и сейчас очень сложности большие. Дети, потому что больные, в основном ДЦБ, и у них возникают проблемы, когда машину трясет на этих кочках. Ну, детям неудобно и немножко больно. У тех, кто решил закрыть проезды, своя правда. В Чуваш-Автодоре ситуацию нам разъяснили следующим образом. В настоящее время в связи с формированием кольцевой транспортной развязки на проспекте Мира и Ивана Якуля предусматривается устройство переходной скоростной полосы на проспекте Мира в направлении, скажем, автовокзала. В связи с требованной нормативной документацией в пределах переходных скоростных полос запрещается расположение съездов с мобильных дорог, чем, в принципе, и вызвано закрытие и ликвидация существующих съездов. По проектной документации новый съезд предусматривается на участке от окончания переходной скоростной полосы до остановки общественного транспорта проспекта Ивана Яковлева. Кроме того, объясняют проектировщики, вдоль проспекта Мира будет дублирующий проезд. Он должен обеспечить проезд во внутридворовые территории. Вопрос, как решить проблему с выездом у дома номер 37, рассматривается. Возможно, в проект внесут коррективы, отметили в Чуваш-Автодоре. Кстати, узнать, противоречит ли такое отсутствие выезда в каким-либо нормам безопасности, к примеру, противопожарным, нам не удалось. В МЧС объяснили, пока идет строительство, никаких выводов там сделать не могут. Все предписания по устранению нарушений, если таковые найдутся, будут делать только после завершения строительства. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.